Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Этим видео мы продолжаем цикл занятий, посвященных шахматной тактике. И сегодня мы с вами рассмотрим такой тактический прием, как отвлечение. Исполняя этот прием, фигуру соперника заставляют покинуть свою позицию и перейти на другое поле. Достигается это при помощи жертвы материала. При этом фигура соперника прекращает выполнять важные функции по защите других объектов, фигур, полей, линий и т.д. Первый пример по традиции учебный. В этой позиции ход белых. Несмотря на то, что черный король вышел на опасную прогулку, активным кажется у белых является только централизованный ферзь. К тому же у черных лишний слон. Но не все стоящие на начальной позиции белые фигуры ферзьевого фланга являются пассивными. Ладья А6. С помощью этой жертвы ладьи белые отвлекают черную пешку от защиты важного пункта С6. После взятия на А6 последовала ферзь С6. Черным остается только перекрыться слоном и ферзь Д6 мат. Вот такой несложный пример, который я надеюсь разъяснил вам, как нужно использовать отвлечение. А дальше 9 позиций, которые вы должны будете решить самостоятельно. Итак, поехали. Вторая позиция взята из партии известных гроссмейстеров прошлого. Светозара Глигорича и Бента Ларсена. В этом положении ход белых. Они выигрывают. Ставьте видео на паузу и решайте. Позиция очень острая. Первое, что мы замечаем, это атаку на белого ферзя со стороны слона. Но в то же время очевидным является тот факт, что поле Б8 недостаточно защищено. Поэтому нужно отвлечь черного ферзя от защиты этого пункта. Те из вас, кто избрал ход ферзь бьет А5, оказались совершенно правы. Хотя в партии был сделан другой сильный ход с той же идеей. Глигорич сыграл ферзь c5. Шах. Конечно, в этой ситуации Бент Ларсен сразу же сдался. Оставаться без ферзя ему не хотелось. А после взятия на c5, конечно, последовал бы мат в стиле оперной партии Пола Морфи. Ладья b8. В следующей позиции также ход белых. Поставьте видео на паузу и найдите сильнейшее продолжение. Позиция очень острая. Кажется, что атакованного слона белые могут забрать. Но в этом случае черные перехватят инициативу. В случае взятия на g2 королем последует шах на f2. А если забрать его ладьей, то взятие на e5 также с шахом. Не ведет к цели и взятия на h6. Потому что черные, играя ладья h7, защищают не только своего короля, но и вторую ладью ферзем. Выигрыша здесь нет. Поэтому верным ходом является ладья d8. По сути, мы с вами здесь имеем связку по восьмой горизонтали. Поэтому, кроме всего прочего, угрожает уже ферзь f6. Но, естественно, главнейшей угрозой белых является взятие на f8. Поэтому черные забрали. Ферзь бьет h6, ладья h7 и ферзь f6. Этот ход стал возможным в результате отвлечения черной ладьи с вертикали f. До мата всего один ход. Ладья g7, ферзь бьет g7, мат. И в следующей позиции ход белых. Поставьте видео на паузу и решите самостоятельно. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, материальный перевес черных. У них лишний слон. Также очевидным является факт, что поле d8, очень привлекательное для белого ферзя, защищено всего лишь одним черным ферзем. Поэтому ход ладья b4 напрашивается. Конечно, в случае взятия ладьи ферзем последует мат ферзь d8. Если же эту ладью забрать слоном, то взятие на b6. Ну а если отойти ферзем и не брать ладью, то последует взятие на b7. И белые продолжают атаку уже при материальном перевесе. Вот такой не очень сложный, но в то же время весьма красивый пример. И в пятой позиции тоже ход белых. Ставьте видео на паузу и решайте. Очень хотелось бы зайти ферзем на h8, объявляя шах королю черных, но это пока невозможно. Белые играют ладья b6, связывая ферзя соперника по шестой линии и предлагая жертву ладьи. Конечно, ладью можно не брать, перекрыться своей ладьей, но после взятия все-таки от жертвы отказаться не удастся. В партии же последовало сразу. Ферзь бьет b6 и белые объявили красивый мат в два хода. Ферзь h8, король g6 и мат слоном. Очень красивая позиция, которую полезно запомнить. Обратите внимание, что в шестой позиции уже ход черных, поэтому ориентация доски изменена. Первое, что бросается в глаза, это повышенная активность черного ферзя и опасное положение короля белых. Очень хотелось бы сыграть слон b5 и это был бы уже мат, но связка по седьмой линии мешает сделать этот ход. Решение приходит моментально. Ладья a8, отвлекающая жертва ладьи. Ферзь находится под нападением. Если забрать тяжелую фигуру соперника, то слон b5, обещанный мат. Ну а если сыграть ферзь c7, сохраняя связку, то мат ставит сама ладья. Она идет на a2 и заканчивает борьбу. В следующей весьма несложной позиции ход белых. Конечно, для опытных шахматистов это положение не составляет никаких проблем. Отдаем ферзя на h8, отвлекая слона черных. Тот забирает и ладья g8. Король e7, мат ладья e8. Очень важным является тот факт, что конь белых защищен слоном, а сам он, конечно, защищает ладью и поле d7. Подобную матовую сеть полезно запомнить. Следующее положение случилось в партии выдающегося гроссмейстера Льва Полугаевского. Это один из самых непростых примеров сегодняшнего занятия. Белые начинают и выигрывают. Ставьте видео на паузу и решайте. Идея поставить линейный мат лежит на поверхности. Но как же ее осуществить? Ведь белая ладья d7 атакована. Ничего не дает ход ладья dg7. В то же время, как сильнейшим является неожиданная слон f8. Ставя фигуру под удар ладьи, белые быстро достигают мата черному королю. Если не брать слона и сыграть король h5, то ладья бьет h7 и на доске искомый линейный мат. Если же скушать слона f8, то ладья d3. И линейный мат снова неотвратим. Очень красивый пример. В предпоследней позиции уже ход черных. Поэтому, как обычно, ориентация доски изменена. У белых лишнее качество. К тому же слон d1 дважды атакован. Но шахматы игра конкретная. И при своем ходе черные используют мотив отвлечения, забирая пешку на b4. Ферзь оказывается связанным. Конечно, можно сыграть f3, защищаясь от мата. Но забирая на d2, черные получают решающий материальный перевес. Ну а в случае взятия на b4 последует, как вы уже успели догадаться, ферзь е2 мат. Так или иначе, черные побеждают. И наконец, последний пример из не такой уж давней партии двух известных гроссмейстеров современности. Чемпионат мира по блицу, Берлин, 2015 год. Чемпион мира Магнус Калсон играет против российского гроссмейстера Сергея Корякина. В этой позиции ход черных. Попробуйте отыскать красивый удар на тему отвлечения, который в партии Сергей Корякин отыскать не сумел. В этой позиции исход поединка супергроссмейстеров решал очень красивый ход ладья a1. Идея этой жертвы ладьи состоит в том, что обе тяжелые фигуры белых выполняют важные защитные функции. Ладья защищает поле g2, а ферзь пешку f2. В случае ладья бьет a1 последует мат на поле g2. Если же забрать на a1 ферзем, то взятие пешки и далее слон f3 с матом следующим ходом. По сути ладья на a1 не только становится под два боя, но и нападает на ладью g1. Поэтому ресурсов для защиты у белых уже не находится. Стоит сказать, что Сергей Корякин в партии этого красивого хода не заметил, но, сделав другой ход, все-таки в конце концов выиграл у Магнуса Карлсона. Подводя итог сегодняшнего занятия, следует отметить, что тактический прием отвлечения это очень сильное средство. Довольно часто жертвы, связанные с этим мотивом, оказываются совершенно неожиданными для соперника и ведут к быстрой победе. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Обязательно напишите, какая из предложенных 10 позиций для вас оказалась самой сложной, какую вы считаете самой красивой. Большое спасибо за внимание, до свидания.